Предмет старый, подход новый. В газовой столице начался конкурс «Лучший молодой учитель Нового Оренгоя-2020». Педагоги города представляют на суд жюри свои инновационные технологии в преподавании. В состязании участвуют 9 самых активных преподавателей со стажем менее 5 лет. С 12 по 14 октября они защищают свои проекты перед комиссией. В этом году в связи с непростой ПИД-обстановкой 8 из 9 открытых уроков проходят в онлайн-формате. Единственная дисциплина, которую решили провести непосредственно в школе – физкультура. На занятии побывала и наша съемочная группа. Урок физкультуры – один из самых любимых предметов у школьников. Здесь можно то, что запрещается на других уроках – побегать, попрыгать, выплеснуть накопившуюся энергию. Задача учителя – сделать занятие не просто интересным, но и максимально полезным. Именно эту мысль Геннадий Большаков воплощает в жизнь, используя свою методику преподавания. Молодой педагог участвует в подобном конкурсе впервые. Суть образовательного проекта заключается в том, чтобы дети изучали технику выполнения нормативов и двигательных действий дома, в онлайн-среде, посредством домашнего задания. И приходили ко мне на урок уже с определенными знаниями, с конкретными целями, в дальнейшем закрепляли на практике. У него весело, можно что-нибудь нового получить, можно стать быстрее и сильнее. После того, как я к нему пришел, у меня стал результат намного лучше, чем было в начальных классах. Внимание, марш! Теперь все. Главный результат. Инновационные технологии, да, они стали неотъемлемой частью жизни школьников и педагогической деятельности. Но в нашей школе, именно на моем предмете, это новинка. Мы начинаем этим пользоваться, внедрять педагогический процесс. Использование инновационных технологий далеко не единственный критерий оценок жюри. Изменения в системе образования напрямую зависят от молодых специалистов. Именно их инициативы меняют облик современной школы. Проводятся различные конкурсы для того, чтобы поощрить молодых педагогов, стимулировать их, ну и выявить, наверное, конечно же, лучших. Оцениваем, конечно, содержание урока. Это глубина, продуманность материала, умение общаться с детьми, системность в работе, использование различных методик и, конечно, современных технологий. В связи со сложной эпид-обстановкой, остальные открытые уроки конкурса проходят на онлайн-платформах. Члены жюри отмечают, все педагоги, уже защитившие свои проекты, показывают высокий уровень профессионализма. Выбрать лучших будет непросто. К концу месяца комиссия выделит шесть самых интересных инициатив. Их авторы получат гранты в размере 50 тысяч рублей. Алина Шорохова, Николай Александров, Служба новостей, «Импульс».